Я хочу ответить на все вопросы по звуку. Добрый вечер. Меня пригласили на данный семинар поговорить о телевизионном звуке и конкретно непосредственно о продакшене. Я так понимаю, какой-то конкретной темы мне не задавали. И я так понимаю, если у вас какие-то есть вопросы, я бы с удовольствием на них постарался бы ответить, чем могу. Есть ли альтернатива с инфраструктурой к кому-куму? К кому-куму? 416-го? За 1000 долларов? Альтернатива? Есть. За 1000 баксов. Ну, ребята, я вам хочу сказать, к огромному сожалению, звук это одна из самых консервативных направлений в продакшене. Чудес не бывает. Если оно стоит определенных денег, значит, оно имеет какие-то определенные свойства. И, соответственно, если бунт стоит 1000, значит, он стоит соответствующие деньги. Вот я, например, звук вообще писал с камерой, да, как ламер. У меня есть какая-то пушка китайская, бою. Она просто ужасная, я ее даже не использую. Вот если говорить о продукции Zoom, вы же разбираетесь, наверное, не так. Мне, как начинающему, грубо говоря, что со свадьбы получать нормальный Zoom. Я знаю, что есть там Zoom, который в районе 300 долларов. Но мне это много. У меня не такие большие бюджеты. Что бы вы посоветовали взять? Ну, так, чтобы это не было портло, но мне бы хватало, как начинающих. Ребята, смотрите, то есть, ну, данными вопросами я занимаюсь 20 лет. 20 лет я наблюдаю технологии, как они изменяются. Современная технология сейчас, Zoom, в принципе, он родоначальник данного направления, это портативный рекорд. Если мы говорим о записи, вы должны понимать, что качественная запись, да, телевизионная запись, предполагает расстояние от источника до записывающего устройства. Должны понимать. То есть, по большому счету, если микрофон находится чуть-чуть в другом направлении, вы ничего не записываете. Данная технология предполагает, соответственно, передачу по радиосиналу, да? То есть, нам надо радиосистемы, бла-бла-бла, это дорого, понятно, кризис, денег нет, что делать? Zoom, Zoom, он предлагает, там, Zoom первый, за 100 баксов, первоклассное решение для данного вопроса. 5-10 лет тому назад это была мечта идиота. Я вам честно скажу. Вообще, я вам смотрю, уже 6-канальный Zoom, а есть уже 8-й, 8-канальный за 1000 долларов, 8 каналов. Ребята, есть космос, есть Zoom. Если так дальше пойдет, мы останемся без работы. Потому что мультимедия в таких ценовых категориях раньше вообще не могла предположить. То есть, 95-й год, два канала качественной записи стоило 1500 долларов. 2005-й год, 8 каналов, 1300, плюс там еще скидка, соответственно, 1000 долларов. Причем первоклассного, с тайм-кодом и так далее. Ну, то есть, вот этого первого Zoom, грубо говоря, мне записать... Я думаю, что вам вот так. Ее микрофон, получается, подключается в этот Zoom, да, и частично, просто там технологически. Технологически следующее. Если, например, изначально вы можете заявить микрофон в кадр, то Zoom можно рассматривать как вот просто микрофон. То есть, вместо у меня микрофона, это Zoom. И вы записываете. Но ее микрофон можно туда? Если изначально ее микрофон, то, соответственно, вы можете использовать как портативный рекордер в карман. Или возле пульта, да, вы положите, например, или так. Из пульта надо забирать. Соответственно, там есть специальный разъем, и мини-джек он позволяет либо с пульта, например, дири-талксом, либо непосредственно с микрофоном, и записать на Zoom. Потом этот таймлайн выкинуть, то, что вы непосредственно запишите. Там разные... А? Он это позволяет. Я считаю, что это одна из самых приемлемых альтернатив касательно общего рынка, который существует. То есть, Zoom первый, мне ему будет хватать, Борис, у меня там несколько. Там есть в уланс. Если вы будете забирать пульта, если вы будете забирать, там ни от иммулятора, ничего нет. То есть, он как-то прется... Там регулятор громкости есть. Ну там есть, но очень много. А что тут продает разъем Zoom? А что один паяльник в комплекте, чтобы они не открыть паяльник. Ну, тоска все нормально. То есть, ну... Да, а Zoom с перегрузами. Конечно. Это не будет ли это... Так, ребята, а как вы с пульта пишите? Через кабеля. Я понимаю, но как вы забираете с пульта? Можно же по-разному. Ну, на Zoom можно просто... А можно... А на Zoom надо по-разному с паяльником поработать. Конечно. Регата, ну... Я вам хочу сказать, давайте рассматривать каждую конкретную ситуацию, потому что паяльник... Паяльник, штука тоже относительная. То есть, надо рассматривать каждую конкретную ситуацию. Это первый нюанс. И второй нюанс, друзья, мы есть профессиональные решения. Достаточно все просто. Вы покупаете хорошее профессиональное устройство. Я могу посоветовать, кому интересно. И вопросы, например, паяльника вообще отпадают. С другой стороны, там появляются другие проблемы. Там надо покупать уже профессиональные разъемы, которые стоят стоимостью того же самого Zoom. Ребята, здесь, к сожалению, еще здесь не бывает. Мы это должны понимать, потому что, если мы хотим по-богатому и красиво, то надо чуть-чуть денег. Мы покупаем профессиональные решения и работаем с ними. И если же мы ищем какие-то компромиссы, то, к огромному сожалению, я хожу с паяльником. Потому что надо ходить с паяльником, потому что данное устройство предполагает какие-то другие решения. Zoom изначально не позиционировался себя использовать, например, в сузенном продакшн. Я всегда знаю, что Zoom позиционировался в самые бюджетные музыкальные решения. Там примочки, аттенюаторы. Ну, то есть, чтобы и дети могли, которые занимаются музыкой, поиграть в профессиональных музыкантов. Папа купил за 50 долларов примочку, все, сын там дыркает. Прошло время, что они выпустили такой же сам рекутер, который не предполагал, что он будет профессионально использоваться для серьезных задач. Потому что изначально это так была, задача такая. Ну, вот есть диктор, допустим, я, да? Я сижу за столом, давайте я его запишу. Поставили, записали, как информационную базу. Понятное дело, что данное устройство начало использоваться, потому что, ой, подождите, его же можно втыкнуть, можно записать. Окей. Соответственно, вы должны понимать, что вы его используете для того, чтобы что? Заработать какие-то там деньги. Вы предоставляете услуги по поводу записи. И тут уже сам производитель, потому что так можно ходить дальше. Почему они не ввели тайм-код для вас? Почему, например, фотоаппараты не введут тайм-код? Один разъем, чтобы вы могли синхронизировать все устройства. Там 3-4 фотоаппараты вы работаете, чтобы они засинхронизировали. Вы одной клавишей хоп, и у вас мультик все поставил, и все уже вы можете монтировать. Вели фотоаппараты тайм-код. Какие? 6D пишет тайм-код, 5D Mark III пишет тайм-код. Какой тайм-код? Видео. Там разъем есть просто тайм-код? Нет, нет. Ах, черт, так, а! Так таких вот нюансов, знаете, сколько? Я вам хочу сказать, ребята, профессиональный производитель Sony, Zoom и так далее, они четко понимают, что такое рынок. Есть Pro, здравствуйте. Знаете, что такое Pro? Сколько стоит и так далее. А есть мы хотели бы. Вот вы хотели бы, и тут начинаются нюансы. Эти нюансы стоят подряд. А, тут нет. И тут по каждому бюджетному решению есть вопросы. Тот же самый X1, но там есть свои нюансы. Там, извините, заражение в попу его не так засунуло, и уже MP3. Блин. Хоп, автолево. Ой, подождите, я обрезной фильтр почесаю. Ой, все, на посте открываем, а там подожди. Что ж мы написали? Что мы клиенту сказали? А что ж мы еще лишнее выпьем? Ну и начинается. То есть, ребята, это все понятно. Потому вы должны четко понимать, что если вы хотите дешево, есть компромиссы, надо с ними как-то играться. К сожалению. Еще вопросы? Я смотрю море. Еще раз. А микшери нема рекон-аута. Ребята, ну самое оптимальное я вам хочу сказать. Я открою вам профессиональную маленькую тайну. Купите себе перечный микрофон, засовывайте в Zoom, пишите. Все. Единственная проблема, что если у вас, например, там три, а, подождите, по-любому двое, мальчик и девочка. То есть вам надо два комплекта. Ладно. То есть по-любому надо два комплекта. И тут надо идти в магазин покупать и один Zoom, и второй, и один петличный, и второй петличный. Других чудес не бывает. Это самое оптимальное. Вон девочка. Девочка тут была. Бегалась, бегает микрофоном. Посмотрите, как она работает. У нее микрофон, вот такой вот кабель. Наверное, ну какой-то кабель. И в этот Zoom X1 она нормально пишет, интервью бегает. Нормально все устраивает. Я думаю, по качеству будет очень приемлемо. Ребята. Она же не рассказывает, что в кабеле неудобно. Ну да, вот ей надо записать, мне тут денег. Вот они таким образом пишутся. Можно рисовать очень богатую схему, которая будет стоить 10 тысяч долларов. Она будет нормально, качественно, писать, первоклассно и так далее. Но секундочку. Данный сетап 100 баксов, 10 тысяч баксов. Какой мы выбираем? Ну, какой как. Еще вопрос. Можете, пожалуйста, рассказать специфику записи диалогов на телевидении, именно когда снимают фирмы? Вот эти микрофоны, которые сверху все отсуты там с подготовкой. Так, что туда пишется, какие микрофоны... Так, извините, есть два вопроса, два момента. Первый, идем в буфет, и там до утра... Да. Это до утра, это я сразу говорю, потому что, как в анекдоте, два звукоревиссера сидели 35 лет в тюрьме, в одной камере, и их одновременно выпустили, они возле тюрьмы еще полчаса пообщались и разошлись. И есть коротко, ребята, значит, скажу следующий нюанс, опять же, чудес не бывает. Касательно любых диалогов, вы должны понимать, что есть такое правило кратности трем, кратности трем чего-либо. То есть звукозаписи это кратность трем. Что предполагает, например, кратность трем? Ну, возьмите вот, допустим, этот микрофон будет... Ну, какая вот она? 15-20 сантиметров, правильно? Если, например, вы используете, например, какую-то камерную пушку и так далее, то, соответственно, качественный сигнал предполагает расстояние, которое умножено на три. То есть, допустим, если вы используете... Ну, все же интересовались разные пушки там. Есть 15 сантиметров, есть 20, есть 25, есть 30, есть 45. Видели в интернете? Ну, профессиональные, здоровые эти пушки там. 78, все Сенхайзер, Нойман. Нет, так там капсули одинаковые, там и пушки разные. Ну, там все одинаковое, только по-разному они звучат. Соответственно, если мы говорим о таком вопросе, когда вам интересует запись диалога, вы должны понимать, что вас интересует именно вот эта кратность трех. Если вы используете, например, серьезную пушку, там 70-80, которая 45 сантиметров, то максимальное расстояние у вас может быть сколько? В идеале, в идеале, просто запись любого диалога, неважно это, пушка, либо там через петличку, либо какими-то другими устройствами, заключается исключительно в физиологии речевого аппарата. То есть, грубо говоря, любой человек чем-то разговаривает, соответственно, он выдает какие-то определенные колебания, децибелы, громкость, частотную характеристику. И, к огромному сожалению, вот это яблоко или облако, грубо говоря, того звука, который каждый из вас воспроизводит, оно где-то в районе кругового метра. Соответственно, когда происходит запись через вот эти бумы, то мы должны ориентироваться, что расстояние от речевого аппарата до микрофона должно составлять до метра. И зачастую все, например, диалоги, которые действительно заходят в монтаж, производятся на крупных планах. То есть, там есть специальная технология, она предполагает того, что изначально основные диалоги, которые записываются, они записываются на крупных планах. А все остальные уже сцены, они просто, грубо говоря, подставляются. Исходя из того, что там есть какой-то четкий и продуманный текст, то, соответственно, это как бы достаточно монтажный. Это первый нюанс. Второй нюанс по поводу записи. Поймите, что, опять же, есть физика звука и физика звукозаписи. Соответственно, расстояние от микрофона определяет частотную там характеристику записывающего сигнала и так далее. Плюс на эту характеристику очень сильно влияет общее помещение, в котором вы находитесь. И это выражается в соотношении болезненности на ушу. Чему я, в принципе, веду? То есть, старая классическая школа, изначально, начиная с 30-х годов, она это все поддерживает и до сих пор имеется. Но звукорежиссеры, которые конкретно занимаются вот этой спецификой записи, они постоянно вот долбались с этим вопросом. Что, блин, ну красиво они говорят, слышно, все понятно, но сосед с дрелью чуть-чуть мешает. Либо улица мешает, либо какие-то внешние факторы, либо, например, какой-то громкий сигнал и так далее. Что было придумано решение? Это портативные микрофоны, которые в виде петличей. Они имеют чуть-чуть другую чувствительность. Они значительно требуют меньше там питания по-фортонному. И, соответственно, у них объем очень маленький. То есть объем яблока, которое они могут записать. Но есть еще более прогрессивное решение, это наличие динамического микрофона. Там все очень просто. Качаем мембрану, есть сигнал. Не качаем мембрану, нет сигнала. Чем сильнее мембрана натянута, чтобы сложнее было натянуть. Точнее, не натянуть, а сделать колебания. Тем мы не пишем. То есть, грубо говоря, любой динамический микрофон. Потому, если, например, для вашего телевизионного продакшена, если вы хотите записать, то, понятное дело, что первое, это пользоваться либо петличными микрофонами, маленькими, манюшенькими, либо, грубо говоря, динамическими микрофонами. Допустим, репортаж, всякое бывает. Вы хотите сделать репортаж. Музыка, гости, тамада, зарубежный артист качает публику. Вам необходимо дядю Колю, потому что он важный гость. Что бы он пожелал вам дым и так далее. Используйте динамический микрофон. То есть, по большому счету, когда он будет говорить этот микрофон, его будет слышно. Когда он не будет говорить, его не будет слышно. Касательно самой технологии записи и так далее, это очень-очень такая нудная и в то же самое время некоторым очень интересная тема. Люди борются. Некоторые, я знаю, уже десятилетиями продолжают развивать эту технику и специфику запись. Можно говорить об этом очень долго. По большому счету, к огромному сожалению, современные технологии, да, вот современные технологии, они потихоньку, вот эту классику, они выталкивают и выталкивают. То есть, вот такие вот грамотные профессиональные решения, либо используются в каких-то телевизионных продакшенах, где нет денег на повторный какой-то дубляж озвучку. И это качество зачастую имеет желать лучшего, потому что внешние факторы никоим образом, ну, они настолько сильно влияют на результат, что люди, ну, к огромному сожалению, допустим, я вот видел американский там фильм про Вьетнам, сцена снимается на КАМАЗе. Сидят два солдатика, идет у них диалог, неважно о чем. Понятное дело, что диалога не слышно. Слышно хорошо КАМАЗ, который их везет. И тут, к огромному сожалению, ни техника, ни пушка, ни какие-то другие приспособы этот вопрос, к огромному сожалению, не решат. Как-то, ребята, у нас оптимистический разор получается. Давайте активней, активней. А еще вопрос по радиосистемам и по помехам. Как с этим бороться, как с этим жить, что делать, какие радиосистемы Вы бы советовали? Значит, я скажу честно, я ненавижу радиосистемы. Я люблю кабло. Кабло протянул, ну, может, что-то запишешь. Может быть, что-то запишешь. Включил радиосигнал, блин, фига узнает. Будет оно, не будет. Шипит оно, не шипит. По поводу радиосигналов и так далее. И, ребята, опять же, чудес не бывает. Это радиосигнал, это Господу Богу известно, что там происходит. Я уже, слава Богу, 20 лет тарапанил с радиосигналами, честно. Ну, перехрестился по Монголу. Ну, как вам сказать, ребята? Вам это смешно, а мне всегда лячно. Потому что, не знаю, запишется оно, не запишется. Как бороться? Значит, найти много денег. Купить дорогое, дорогостоящее оборудование. И перед каждым запуском вместиться. Это шутка. Но, если честно, ребята, я вам скажу так, что, к огромному сожалению, даже нам, профессионалам, люди, которые работают с этим и каждый день сталкиваются, тяжело просчитать все возможные ситуации, которые есть. Потому, ситуация следующая. Если, например, вы работаете, особенно, ну, в любом случае, это для вас это в первую очередь причем, потому что резервная копия, она всегда нужна. Потом по возможности, по возможности, если у вас есть продублировать это, плюс к радиосигналу что-то еще записать, то лучше этим пользоваться. Если есть возможность отказаться от радиосигнала, ну, мало ли, бывает. Лучше все-таки отказаться. Если вы все-таки работаете с радиосигналом, вы должны четко понимать, ребята, есть про, есть любительство. Про стоит реальных денег. Нормальная система стоит от 1000 долларов, которая, может быть, как-нибудь даст резервы. Если же все-таки вы работаете и у вас возникает, ну, такая ситуация, что вам необходимо работать, я сейчас попробую дать каких-то пару практических советов, как понять, что у вас будет, как будете работать. Первым делом, первым делом, вы не включаете передатчик. Передатчик – это тот, который висит на жертве. Мальчики, девочки, не знаю, ну, жертва, кто будет таскать этих 200 грамм целый день. Вы включаете приемник. Приемник включаете. У вас на каждом приемнике есть определенные банки, которые там работают. Да, допустим, первый, второй, третий, то есть в зависимости от системы они по-разному. Они обычно встроены, либо настраиваются отдельно. Вы берете и включаете первый банк. Берете и включаете. Смотрите. Не должно ничего приходить. Лампочка зеленая, красная, синяя. Какая у каждого производителя, она должна молчать. Причем молчать очень долго. То есть вы включили и ходите пять минут, смотрите. Ну, понимаете. Ничего не приходит. Ребята, если оно ничего не приходит, то есть возможность, вероятно, с того, что на данной частоте ничего не живет. Если же, например, не дай бог, каким-то образом у вас эта лампочка начинает вам показывать светомузыку, кратковременно включаться, вы должны понимать, что на этой частоте могут быть какие-то проблемы. Следующий момент. Вы должны понимать, где происходит у вас съемок. Если вы снимаете действительно хрящальники, то там у вас такая будет светомузыка. Если вы снимаете возле воинской части, возле самолетов, вертолетов и так далее. Если вы взяли с собой вай-фай передатчик, приемник и так далее. То есть вы должны просто объективно понимать, где вы будете это все дело производить. Следующий нюанс. Где вы это будете происходить? Это запись будет. Это внешнее или внутреннее? То есть это будет помещение, либо улица. Это помещение, например, какое имеет, я не знаю, перекрытие и так далее. То есть вот такие вот нюансы, которые вы должны просто-напросто учитывать. И самый главный момент, это само наличие антеннки, приемника и передач, которые смотрят друг на друга. Если зачастую вы смотрите телек, вы не замечали почему-то люди постоянно с этими приемниками и передатчиками в кадр светят? Ну, видели или нет? Да-да-да. Ну, видели? То есть коп повернулся черное пятно, и там беленьким каким-то... Жертва, написано. И жертва пошла по кадру. Почему это возникает? Что тяжело в карман засунуть? Не, не тяжело. Просто когда антенна видит антенну, приемник видит передачу, намного проще работать, нежели когда у тебя изначально антенна спрятана в карман. Но тут, ребята, есть такой маленький нюанс под названием «сама жертва». У человека есть понятие сопротивления организму, плотность его, плотность. Так вот, ребята, за много-много лет я переписывал там тысячу-тысячу людей. Ребята, попадаются вот такие вот. «Передача». «Передача». Вот здесь вот. «Приемник» есть. «На пояс». «Сцепляешь» — нет сигнала. «Снимаешь» — есть сигнал. «На пояс». «Есть». «Ребята, то есть я хочу сказать, что это просто... «Приемник», «Передача». «На пояс нацепил» — нет сигнала. «Снял» — есть сигнал. «На шерва на платформу» — нет сигнала. «Это камень, не только туда». «То есть на самом-то деле каждый конкретный человек имеет свою определенную плотность. И поверьте мне, я таких встречал, что там что ты не делаешь. Я не знаю, что ты не прыгал. Там тупо нет сигнала. Но нету. Он просто эту петлю убивает. И понятно, что проценты очень-очень маленькие. Но, ребята, они есть. И если у вас будет такая ситуация, что если вы нацепите радиосигнал, и вы не запишите, можете сказать, я был на семинаре. И он... Потому здесь, ребята, на самом-то деле очень-очень много нюансов всевозможных. Очень много всевозможных нюансов. Но по большому счету, сколько я там был на свадьбах, по-разному бывает. Если это маленькое помещение, если, например, это не железобетон, такой плотный, потому что бывают такие ситуации, что сама конструкция, она просто убивает эту радиосигналю, то проблем как таковых не бывает. Но все равно, все равно, ребята, это есть определенная специфика. И здесь попытаться предсказать все какие-то там нюансы, ну, возможно, но это очень сложно. Какие еще вопросы, друзья? По репортажным проектам понятно. Вот есть постановочные проекты. Можете сказать, на каком этапе определяется, чем пишем, как пишем, дублят сделаем, или пишем и берем звук с площадки? И вообще, где можно использовать звук с площадки? В каких проектах, в каком уровне проектах это уже категорически нельзя? Ну, я отвечу так. К сожалению, я люблю тонировку. Красивый звук. Актер, кофе, коня. С столик, сели поговорили. Записали. Но по практике и по работе ничего подобного. К сожалению, все пишется конкретно на площадке. По поводу самой записи. Я отвечу так. Друзья мои, смотрите. То есть, профессиональный подход заключается в следующем. Первое. Мы всегда пишем по максимуму, вне зависимости, что будет происходить потом. Даже если мы пишем, то есть, не предполагаем, что это будет дубляж, мы все равно это все пишем на площадку. По максимуму. Касательно аппаратуры и так далее, и той техники. Ну, сразу еще раз, в пользу зума скажу, данное устройство, это за головой хватит. За головой просто потолок. Вопрос микрофонов, который можно использовать, это уже отдельная история. Потому, пишем по максимуму всегда, насколько это возможно. По поводу пушки, да, вот, если использовать пушки. Ребята, ну, честно, в вашем деле, то есть, касательно, например, мальчиков, девочек, свадьбе, всего остального. Я говорю сейчас за постановочную. Даже, даже за постановочную, поверьте, но, во-первых, это надо вам специально обычного человека. Называется он губер. Человек, который конкретно профессионально знает заниматься. Он вообще губер? Ну, профессиональная работа называется губер. Как швачка. Такая здоровая байда обычно, ну, такой парень по 2 метра, и он может стоять с этой байдой, там, килограммом играться. Там очень много своя, то есть, во-первых, это физически очень тяжело, поверьте, ну, поработать бумером на площадке профессиональной это стоит здоровья кусок. Во-вторых, потом получается другая ситуация. Когда у вас есть профессиональный бумер, который уже знает, да, то есть, ну, я был профессиональный бумер, я когда-то очень-очень давно бумерил. Правда, я маленький, ну, а что делать? Надо же было к зубу приобщаться. Потому как, я профессиональный бумер, я понимаю, что такое монтаж. Да, я, например, от бумерева сигнал я запишу, я потом понимаю, что потом этот сигнал выкинется на таймлайн, и это будет монтаж. Если, например, этого не произойдет, вы, по большому счету, запишите брак. Какое решение в данной ситуации, даже если это постановочное? Если вы вешаете петлю, да, на человека, и у вас происходит весь съемочный день, и вот начало и до конца, то расстояние, грубо говоря, от петли до речевого аппарата, он всегда будет одинаков. Вне зависимости, будет у вас это крупные кадры, либо общие кадры. А бум будет разный. А бум правильно делает, потому что, когда если это будет общий, вот, когда это будет крупный, плюс, опять же, человеческий фактор, и как вы будете записывать этот бум. Потому что с бумом, там тоже вопросы. там эта палка, эту палку надо тянуть кабло, это кабло бьет этот бум, потом этот бум записывается с этим браком, он и потом бегает, ты сидишь на монтажке, нажимаешь пропел, у тебя по ушам, бэх, кто писал, этот бумер, давай мы на... И начинается вот это, как бы, тянетилька, тянетилька... Ооо, добрый вечер. Добрый вечер. И по этому поводу, есть профессиональные люди, которые знают, как это циклировать. То есть они приклеиваются, да? Так, 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 секундочку. Хороший вопрос, но это так. Ребята, да, я понимаю, но... я умею это делать. Ребятки, коровы, с сожалению, мне говорят, все, надо дальше. В общем, я пока еще тут на коридоре, если кому-то что-то там еще интересно, пока я тут, я с удовольствием попробую ответить на ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Дай Бог вам всем здоровья. До свидания, профессионал. Хороших вафканов и качественного звука.